Откуда берутся желания и каково их значение в жизни человека? В соответствии с чем? В соответствии с общим развитием человечества. Все мы представляем собой информационные какие-то объекты, которые связаны между собой. И вот эта наша взаимная взаимосвязь, она создает предпосылки для проявления в каждом из нас новых информационных данных, называемых решимод. И вот эти вот решимод, они проявляются в каждом из нас, и мы вдруг желаем то этого, то этого, то то, то все, и так далее, ежесекундно, ежеминутно. И в каждом из нас проявляется это, и вот в зависимости от этого мы практически все время и движемся, что называется. Потому что желание, оно толкает меня на свою реализацию, или на то, чтобы прийти к чему-то, или на то, чтобы отдалиться от чего-то. И вот в соответствии с этим происходят все наши движения, внутренние, внешние и так далее. Откуда вообще берутся эти новые желания? Допустим, сейчас желания... Они находятся в нас для того, чтобы привести нас в итоге к общему совершенному состоянию. В каждом из нас существует такая вот цепочка этих желаний, информационных записей, генов, которые должны нас довести до самого нашего совершенного состояния. Ну, допустим, желание заняться подводным плаванием. Ну, какое-то имеет отношение, не знаю, там, целетворение, привести меня куда-то. Все должен человек пройти. Ты не знаешь даже, почему именно в таком виде в нашем мире реализуется какое-то желание. Желание само по себе, оно не имеет внешнего вида. Подводное плавание, или там, украсть-убить, или заниматься шахматами, или бальными танцами. Не имеет значения абсолютно ничем и никак. Это все только внешние проявления. Но ты должен пройти через ощущение, через реализацию этих желаний для того, чтобы вдруг осознать, а что главное. А для чего я существую? А что в этом мире? А выше него? Как приподняться из этого состояния? То есть в этом цель всех этих желаний? Да. Все они должны по цепочке. В течение тысячелетий, которые проходит твоя информационная часть, называемая душа, тело меняется, оно рождается, умирает. А вот та вот информационная часть, она постоянно, постоянно движется вперед и проходит свои вот такие вот метаморфозы до тех пор, пока не достигнет своего самого совершенного, цельного, окончательного состояния. То есть это внутреннее желание, оно как-то определяет внешнюю форму? Бальные танцы или подводное плавание? Это зависит не от человека. Это зависит от его состояния в общей системе душ, то есть в общей информационной системе. Творцом создано одно единое желание, и это желание должно привести себя постепенно, последовательно к определенному состоянию, которое, когда оно будет полностью подобно самому Творцу. То есть эти два объекта, две системы творения и творец, они совпадут в итоге, и тогда не будет между ними никаких возникать противоречий, никаких искажений, никаких напряжений, вот такое состояние будет считаться и ощущаться совершенным. То есть с точки зрения, я говорю, с точки зрения системной. И поэтому вся информация, которая заложена в Творении, она заложена изначально так, чтобы привести это Творение к Творцу. В этом движении к Творцу есть часть причинно-следственного такого движения, которое мы ощущаем неосознанно, в течение тысячелетий же существовали, существовали, существовали. И вдруг мы достигаем такого состояния, когда мы начинаем осознавать, что с нами происходит, а для чего происходит, а к чему мы движемся, а как можем изменить это движение, ускорить его, может быть, и так далее. Вот такое состояние сейчас происходит во всем человечестве, оно входит в период, который называется раскрытием причинно-следственного развития и цели. И вот этот период, он называется периодом человек, потому что мы поднимаемся над нашей животной жизнью и начинаем спрашивать, а зачем живем? То есть человек занимается, не знаю, альпинизмом всю жизнь, не знаю, 20 лет, и вдруг начинает, только для того, чтобы в какой-то момент осознать, а для чего все это, что это дает, всем и смертно и так далее, и начинает искать что-то. Всегда он говорил, выше гор могут быть только горы, а теперь он уже знает, что выше гор есть тоже что-то. И он начинает осознавать, то есть к нему как-то приходит какая-то информация, что есть какой-то творец, его можно раскрыть в себе. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok